Чувашия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Минстрой Республики заключил контракт с региональным оператором Экоцентр на 10 лет. Центр начал свою работу еще в октябре. Как сейчас обстоят дела в этой сфере, в нашем сюжете. Где и сколько мусора находится, как выстроены маршруты движения, видно вот на таких мониторах. Здесь, в этом помещении, с помощью системы ГЛОНАСС отслеживается вся сеть вывоза мусора по всей республике. Если наглядная картинка не вызывает сомнений, то тарифная составляющая по-прежнему предмет дискуссии. Сегодня у нас стоит задача, как говорил Михаил Васильевич, поставил задачу. То есть надо разделить сегодня именно объемы те, которые, будем говорить так, собирают в квартирных домах и в индивидуальном жилищном строительстве. То есть задача стоит именно так, и мы с оператором на эту тему говорим, что для жителей должна быть услуга понятной и прозрачной. Для оператора это должно быть честно заработанными деньгами. То есть люди должны платить на самом деле ту услугу, которую они получают. Хорошая статистика для оператора. За четвертый квартал прошлого года увеличился объем отходов, завезенных на полигоны. Это по сравнению с 2017. Со дня старта реформы в Чувашии появилось полторы тысячи новых контейнеров. Но для стопроцентного вывоза мусора необходимо еще как минимум три тысячи. Больше людей, которые уже обращаются к нам по делу, за перерасчетами, предоставляя определенные документы, обращаясь к платежей. Платежи растут. Уровень платежей сейчас с начала года 55%. То есть из всех начисленных платежей на 31 января 55%. Я считаю, что за три месяца это очень неплохой показатель. Специалисты клиентского отдела компании решают проблемы жителей. Например, Андрей Александров пришел с вопросом перерасчета платы за вывоз ТКО. У меня там в доме прописан кто-то. Хотя у меня там никто не прописан. Вот хочу разобраться насчет этого. Откуда и чего берут питанцы. В данном случае у него временная регистрация была у людей. Он должен предоставить домовую книгу, свидетельство о праве собственности, там, где он оплачивает по прописке. У регионального оператора масштабные планы. Следующим этапом станет запуск процесса реального сбора мусора. В первую очередь в столице республики. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова